Мы сегодня протестуем против сокращения государственных ассигнований на высшее образование. Почему мы протестуем, почему я оказался здесь? Я оказался здесь, потому что я там, где мои студенты. Мы, наша университетская семья, то есть и студенты, и преподаватели оказались здесь. Потому что в каждой культуре есть такой островок, полуостров или губерния, где живут одни дураки. Не будем уточнять, где в эстонской культуре живут дураки, где в русской культуре живут дураки. Скажу я, что в американской культуре дураки живут преимущественно в Нью-Джерси. Как скажешь Нью-Джерси, так понятно, что ты имеешь дело с дурачком или полным идиотом. Это стереотипы, и такие стереотипы есть в сознании каждого народа. Я боюсь, что если мы действительно будем экономить на нашем образовании, то скоро европейским стереотипом вот той страны, где живут дураки, может оказаться та страна, где мы сейчас находимся. А этого бы очень и очень не хотелось. Прежде всего, это касается сокращения осигнований, прежде всего, это касается сокращения изменения порядка компенсации учебных кредитов. Иными словами, это протест против тех мер, которые будут прежде всего препятствовать финансовой и экономической стороне, становление нашего образования и вообще становление науки, как фундаментальной, так и наукно-прикладной. Мне кажется, что это интеллигентная форма протеста. Интеллигентная, изящная, изысканная. Поможет это чем-то? Вот такая акция за самоседами? Бог его знает. Вообще, это хороший-хороший тест на цинизм нашего правительства. Если у нас в правительстве циники, то они, наверное, решат, что, ну хорошо, сейчас ребятишки порезвились, мы дали им выпустить пар, и дальше может все продолжаться так, как оно и есть. Если не циники, то даст Бог действительно наши акции и сегодняшнее наше собрание возымеет успех. Субтитры создавал. и как это будет выполнен, и чтобы сделать, как это будет влажен, и как это будет влажен, как это будет влажен.